И когда я сам камерником читал эти слова, я говорю, видите, я-то добрый человек, хороший. Они говорят, Дантес, если ты добрый и хороший, тогда это мир совершенно другой, наш блатной. Я ее очень долго не видел, вот как она мне запомнилась, когда я была 7-8 лет. Почему я ей казался добрым? Потому что однажды я уже как-то говорил, что заступился за нее. Вот. И с этого момента я показал, что я самый добрый человек, потому что я защищать готов. Наверное, Владимир, и вы остались в ее памяти именно тем неизмененным человеком, который заступился за нее, может быть, первый раз в жизни. Я рад, что ее не было на суде, когда меня судили, и что она не слышала то, что зачитывал судья. И вот она меня поддерживала два года. Писал очень часто таким детским почерком, я помню. Письма я носил всегда в кармане, в грудном. И очень... Они меня утешали просто. У меня появился тот момент надежда выйти на свободу и жить вот ради кого-то. Думаю, ну вот, буду жить ради сестренки, чтобы ей помогать. Всю свою жизнь отдать ей. Для меня это... Это появилась какая-то цель впервые в моей жизни. Добрая цель. Жить ради кого-то. Я всегда ждал письма, они приходили по средам. И вот однажды открылась кормушка в камере. И начальник отряда, подавая мне письмо, сказал, ты только будь спокоен, все хорошо. Письма там проходит в цензуру. Я удивился то, что письмо было от брата, потому что брат мне не писал. Он был в армии, служил в Свердловске. Меня удивило, думаю, брат вспомнил меня. И когда я прочитал, в общем, там... Мне об этом сложно всегда говорить, в общем. Когда я прочитал, что... Сестру убили... Мне кажется, я закричал на вес златоуст. Пропала надежда, пропала какая-то цель в жизни. Жизнь совершенно не хотелось уже. Потому что отняли последнее... Последнее стремление к чему-то хорошему. Я, наверное, неделю вообще ни с кем не разговаривал. Просто лежал на наре. А потом однажды... Один из приятелей... Читая книгу... Я сейчас не помню. По-моему, Долстого он читал. Мне говорят... Братва, а тут вот... Пишут, что Бог есть. Когда он нас сказал, что есть Бог, у меня какая-то ненависть внутри появилась. Я вскочил, вырвал мне эту книгу, бросил парашеку. Я говорю, какой Бог? Если у меня, говорю, дорогого самого, говорю, человека, сестренку, говорю... Отняли. А потом однажды, понимаете... Я не знаю, откуда пришла эта мысль, но вдруг... Вдруг я впервые в жизни за все время понял, насколько больно бывает людям, когда им что-то делаешь, наносишь какие-то удары. Я вдруг вспомнил этого парня, которого убил приятеля своего, это было во время разбора. Я вдруг представил мать этого парня. И думаю, если мне так больно, я потерял сестру, а она потеряла сына своего. И вот эта мысль, она, как щель, стала душу мою беспокоить. А потом на такой наступил момент, что просто хотелось покончить жизнью с этим гулагом советским, проклятым, вонючим. И когда все ушли в душевую, нас каждые 10 дней водили, я притворил, что я больной, остался в камере. Но вот те слова, которые заключенный сказал, что есть Бог, они все-таки где-то под сознанием, наверное, не остались. Когда все ушли, там из носков обычно там распускали носки, там беревки всевозможные разные, из нейлоновых носков. И вот я уже, ну там, их много было, этих веревок, потому что передавали друг другу с первого на третье, с пятого, по этим веревкам, ну разные там записки и прочее. Я взял эту веревку и решил порвать по окончательству этой жизнью. А камера была не столько большая, но в углу камеры, как бы труба так проходила под окном. А я пошел в этот угол. И вдруг я не знаю, что меня поставило на колени. Не знаю. Сейчас это трудно объяснить, потому что это была внутренняя борьба. И вдруг я упал на колени и закричал. Бог! Бог, если ты есть на самом деле, ну помоги мне, если ты есть на самом деле. Одно мне показало, что я кричал на всю тюрьму. У меня челюсти одеревенели, потому что это впервые я произнес, вернее обратился к какому-то Богу, которого я не знал. Тем более встал на колени. Мне казалось, что вся тюрьма, наверное, там загудела. Или рухнуть должна. Но самое главное, слава Богу, была тишина. И вот эта непонятная тишина пришла в мое сердце. Мне вдруг стало спокоено. Только слезы побежали. И стало спокоено. Я упал на нару. И вот, может быть, впервые тогда за все время я почувствовал умиротворение внутреннее. Почему? Я не знал. Я не мог этого объяснить. Так впервые я, не зная Бога, обратился к Богу. Ну, многие знают это чувство. Чувство ощущения неведомого Бога. Еще древние греки об этом говорили. Но это было ваше первое прикосновение к Богу. А скажите, Владимир, вот, коснулись этой темы, что вы все-таки, как помню, тяжело было убили человека, лишили кого-то в жизни. Хорошо, что вы вспомнили по аналогии со своей судьбой, судьбой вашей сестры, вспомнили мать этого человека. Вы когда-либо с ней встречались, потом писали, и было какое-то обращение к ней? В 92-м году, когда я освободился, у меня было двоякое чувство поехать туда, на родину, на Урал. Хотя я знал, что у меня там никого не осталось. И другое останавливало меня, потому что, уже зная Бога, уже зная, что такое добро, сложно заглянуть в глаза тем людям, которым ты принес необыкновенную боль, невыразимую боль. Да, я ездил туда. Я видел ее. Мать. Да, я просил не упрощения, она ослепла. Это была совершенно та женщина, которую я знал, я ее прекрасно знал, с детства, потому что мы дружили с семьями. То есть вы убили своего друга? Приятеля, да. Ну, это были разборки просто. Когда же бывалось, кто друг, кто брал? Да, кличка у него была Армян. Был Армянин? Нет, просто кличка была Армян. А ваш Дан тоже. Да.